Библии, другие живут до сих пор, и они написали о том времени, о своих друзьях. А мы в этом спектакле впервые зажгли вечный огонь, впервые в Москве. У нас горит пламя вечного огня, вот уже 600 раз весь зрительный зал встает, чтобы почтить память погибших минуты молчания. И по трем дорогам выходят поэты, читают свои стихи, а потом дороги вспыхивают красным, и они уходят назад, у нас сзади висит черный бархат. И вот опять метафора поэтическая. В черный бархат уходят, как в землю, как в братскую могилу, а по ним снова звучат стихи и песни их друзей, такой реквен по погибшим. Я написал несколько песен для этого спектакля. Я вам мозги не пудрю, уже не тот взвод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то, что бы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир. Меня почти что спас. Но кто-то на расстреле настоял, и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И странный тип Зуэтин, неутомимый наш, Еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок. Подколотый, подшитый материал Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком. Быль, и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жильца раза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза, устав не вилят. А врач потом все цокал языком. И, удивляясь, пули удалял. А я в бреду беседовал тайком С тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол. Эй, ты, недостреленный, давай-ка на укол. Наш батальон геройствовал в Крыму. И я туда глюкозу посылал, Чтоб было слаще воевать ему. Кому тому, который не стрелял. Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я-то воевал. В свой полк определили вою, и сказал Комбат. А что не дострелили, так я не виноват. Я очень рад был, но при сепу дня Я был белугой и судьбину крылял. Немецкий снайпер дозрелил меня, Убив того, который не стрелял. Вот меня часто спрашивают, почему о войне, так много о войне. Потому что я для своих песен всегда стараюсь выбирать людей, тех, которые находятся в самой высшей степени, крайней ситуации, в высшей степени напряжения, у которых что-то сломалось, произошло, лопнуло, доведенных до отчаяния, до предела. Даже в шуточных песнях, уже не говоря о серьезных, я их часто нахожу в тех временах. Но все равно, пусть это вас не сбивает с толку, я не воевал, и никогда не считаю эти песни песнями, ретроспекциями. Это все равно песня ассоциации, написанная не человеком, который живет сейчас, а в теперешних временах, с прикидкой на прошлое. Ну вот, и все. Вот и все. Вот и все, что мы смогли новенького найти, для того, что он не потерял у нас на предыдущих наших встречах. Единственное, что еще хочу сказать, вот первый сборник вышел после смерти Лисоцкого в 81-м году. Нет, ну все знают. Предисловие написал Роберт Рождественский. Он предисловие все закончил так. Он приводит... Ну кто все время мешает, а? Бу-бу-бу-бу. Да, вот кто-то бу-бу-бу. А то сейчас мы как Высоцкий, да, он того одернул, кто там в первом ряду, с конетой. Войдем в историю. Рождественский пишет. Когда-то Высоцкий написал. Но, кажется мне, не уйдем мы с гитарой на заслуженный, но нежеланный покой. Вот Высоцкий не ушел на покой. Это точно. Потому что мы его помним. И чем больше проходит время, тем больше мы его помним. И помним, и понимаем. И начинаем понимать. Дорогие друзья, спасибо вам. Но вот такая официальная часть моя закончена. Но я когда давала объявление о том, что вот состоится такая встреча, Итак,